Сегодня я хочу вам предложить посмотреть комедийный фильм, главные роли в котором исполнили актриса из сериала Девчонки, актер из сериала В Москве Всегда Солнечно, баба из комедии Вумен, чувак из комедии Клаба и другие. Думаю, вы уже примерно представляете, какого уровня будет эта комедия. И да, этот фильм снимался при финансовой поддержке Министерства культуры. Итак, фильм Помню, не помню. Фильм начинается с того, что нас знакомят с главной героиней, которая с самого детства любит читать. А когда, в большую перемену, вы пойдете домой обедать? Я могу остаться, если хотите. Вот это здорово! Ромео под любым названием был тем верхом совершенства, какой он есть. Зовись иначе, как... Алена! Это ты, ба? Ну сколько же можно сидеть в такой духоте, а? Ну посмотри, какая погода. Ну пойди погуляй, в кино сходи. Да, да, конечно. Я сейчас. Какая же хорошая главная героиня. Умная, добрая, книжки читает, не ходит по клубам, мечтает играть в театре. Наконец-то будет светлый, добрый и по-настоящему хороший русский комедийный фильм. Видимо, так подумали люди из Министерства культуры и закончили читать сценарий на этом моменте, даже не представляя, что же будет дальше. А далее в игру вступает комедийный элемент. Алена! Что? Ах, это вы, Марья Петровна. Иди книги разнеси. Да, Марья Петровна, я сейчас все сделаю. За 4, сука, минуты экранного времени она упала 3 раза. Это юмор такой, ха-ха. Это мне напоминает ситуацию, когда какой-то чувак в компании пытается показаться дохера веселым и рассказывает какую-то наитупейшую шутку, над которой никто не смеется. Он это видит и подумав, что все вокруг тупые и не понимают его гениальных острот, начинает повторять эту шутку еще несколько раз. Так происходит и здесь. И знаете, теоретически эти неловкие падения могли бы вызвать улыбку, если бы их продемонстрировали. Но нет, вместо них нам показывают рандомные кадры и просто сверху накладывают звук. Охуительно. В общем, начальница пытается донести до главной героини то, что она говна кусок. Ведь к ее возрасту нормальные девушки уже с половиной города перетрахались, а у нее еще вообще парня не было. Скажи мне, пожалуйста, у тебя кто-нибудь есть? А раньше? Вообще? Ну, душа моя, ну в наше время это просто неприлично. Да что ты, черт побери, такое несешь? Но главную героиню это вообще не интересует. Ее главное увлечение в жизни это театр, куда она, собственно говоря, и отправляется. Ну а нас знакомят еще с одной героиней. Да остановись ты! Да подожди ты сейчас! Послушай, мы с тобой абсолютно разные. У нас совершенно разные интересы. Вот эта вся твоя богатая жизнь, это вообще не про меня. А то, что мне интересно, то, чем я живу, это тебе вообще по барабану. Ну и хорошо, к чему ты мне все это говоришь-то? К чему? Ну какая разница, у кого какие интересы? Ну живут же люди. Или что, или что, ты хочешь развестись? Да, я хочу развестись. Прекрасно! Господи, замечательно! Ты от меня хочешь уйти, я правильно понимаю? Прекрасно! Да пошла ты в жопы, сука, крашеная! Ну, в принципе, все как всегда. Мужики слюнтяи, бабы оскотинившиеся тупые суки, ну и, конечно, охерительная актерская игра. Давай! Давай, давай, быстрей! И слушай сюда! Это не ты от меня уходишь, это я от тебя ухожу, все ясно? Если вы уже успели подумать, блядь, ну это ж уже вообще пиздец, то спешу вас расстроить. Рано. Видали этот сгусток силикона, косметики и венерических заболеваний отправляется в магазин, дабы выбрать себе платье? Но оказывается, что платье ее размера только что купили, и сейчас нас снова будут веселить, ведь тупые шмары будут драться за платье. Я покажу вам эту сцену целиком, чтобы вы до конца прочувствовали весь этот пиздец. И, конечно, у меня, извините, аж... Аж гибель! Аж гибель! Аж гибель! Аж гибель! Аж гибель! Субтитры сделал DimaTorzok Это просто охуенно Но нас переносят в театр, где идет репетиция спектакля Ромео и Джульетта На роль Джульетты, в котором взяли бревно с силиконовыми сиськами Что могут обещать мне времена, когда врагом я так увлечена? Стоп! Стоп! Но режиссеру не нравится, что актриса сделала себе губы, поэтому он ее выгоняет Нас пытаются рассмешить бессмысленными криками Вы что? А на роль Джульетты теперь берут рандомную бабу из массовки Которая оказывается главная героиня Идите отсюда! Я снимаю вас с этой роли Как? Как вы можете? Я столько репетировала! Вам некем не заменить? Да любая сможет вас заменить! Вы любая, понимаете? Ну вот вы! Девушка с козой! И знаете, кого действительно жалко? Козу! Она буквально на коленях умоляет не снимать ее в этом говнофильме! Далее следует завязка, после которой, по идее, должна начаться полноценная комедия Значит, одна героиня едет на велосипеде, другая идет пешком И какой-то хипстер катается на лонгборде И... И после этого библиотекарша очнулась с телепрошмандовки Как он с дела? Вы что-нибудь помните? Ну помните, как вас зовут? Вас зовут Лиза Воронцова Вы упали И из-за того, что ваше тело на 95% состоит из силикона Вы еще как ебаный мяч скакали по всему городу Ну хорошо Что первое приходит вам в голову? Хоп! Обычно первое, что приходит ко мне в голову после того, как я проснусь Это член моего любовника На этом моменте в фильм врывается рыжий черт в версии 3.0 Который по совместительству является мамой белобрысого бледочудовища Мозг не задет И судя по исследованию глазного дна У вашей дочери и у вашей жены Диссоциативная фуга-фуга Но это заболевание Когда больной не помнит Никто, никак его зовут Ни свою биографию Это грустно или весело? Это... Это печально Главную героиню оставляют одну И пожалуйста, пусть хоть на пару минут этот фильм превратится из комедии в ужастик И пусть к ней в гости зайдет та девочка из фильма «Проклятие» На следующий день библиотекарша в теле бледуньи попадает в свой новый дом Ну что, уловили нотки юмора? Нет? Тогда объясняю Все библиотекари, учителя, медсестры Ну в общем все эти ебаные нищеброды Настолько колхозники, что не умеют ходить на каблуках Не знают, что такое духи И боятся джакузи Господи, если ты есть Это несправедливо Но поток юмора и не думает иссякать Открой, пожалуйста, Лиза, у тебя вода Сделайте же что-нибудь, Леопольд! Вы слепы Вы все слепы А я все вижу Я прозрел И я вижу всю мерзость и уродство этого мира Вот мне интересно, как, блядь, она умудрилась затопить нижний этаж Если у нее даже вода не включена Она что, воду из джакузи ведрами выплескивала? Героиня не понимает, в своем теле она или нет Ну а родственники, опираясь на слова доктора Думают, что у нее просто потеря памяти И чтобы помочь ей все вспомнить Они вызывают ее лучшую подругу Здравствуйте, с вами программа Модный приговор Давайте дадим слово нашему эксперту Далее шалавы отправляются в клуб Ну че скать, культурненько ебать его в рот Конечно, на этом приобщение к культуре не заканчивается Ведь к Лизе приходит ее мама и говорит Что-то ты все плохо вспоминаешь Поэтому давай-ка потрахайся со своим мужем Дурех, ты только представь, а? У вас будет все, как в первый раз А? 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 Ага Ау Ау Героиня говорит, мол, я так не могу Расскажи мне, как у нас все было раньше Муж пересказывает героине всю историю их отношений Потом они ходят на свидание и бла-бла-бла Но героиня начинает подозревать Что она находится в чужом теле И решает поискать ответ в интернете Она как-то умудряется найти информацию через сайт mail.ru. И это очень странно, ведь через данный поисковик можно найти только браузер Амиго, который установится на все твои устройства, и ты его потом хер удалишь. Кстати, сайт по такому адресу действительно существует. И знаете, какую статью я там нашел? Алла Арефьева. Хорошо там, где меня нет. Но... Да, Алла, вы правы. Там, где вас нет, всегда хорошо. Деньги целы, люди не сходят с ума, и без всяких но. Лиза приходит на прием к астрологу, которого играет актер, ассоциирующийся у большинства тех, кто ходит на подобные комедии с венерологом. Создатели, сами того не подозревая, умудрились очень тонко пошутить. Астролог, погрузив героиню в сон, подходит к столу и, покопавшись там, в рандомных бумажках, говорит... Вы действительно попали не в свое тело. В момент вашего столкновения вы обе... потеряли сознание. А в этот момент Марс вошел в орбиту Юпитера. Как только вы потеряли сознание, вы тут же поменялись местами. Дело в том, что завтра, ровно в полночь, Марс снова войдет в орбиту Юпитера. Если вы вместе, вдвоем, окажетесь без сознания, то ваши тела снова притянут ваши души. Ты втираешь в меня какую-то дичь. Да, мистер Фримен уже совсем не тот стал. На следующий день главная героиня случайно бьется головой о столб и вспоминает всю свою прошлую жизнь. То есть, как вы поняли, вся ее жизнь заключалась в трех случайных кадрах. Главная героиня каким-то образом узнает, что ее настоящее тело сейчас в театре. Она беспрепятственно туда попадает. Потом нас снова пытаются рассмешить говнодракой. Какая еще нахуй полиция в пустом театре? Что блять за бред? Героиня пересказывает всю ту чушь, которую наплел ей астролог бабе, которая очутилась в ее теле. Они едут домой к Лизе, где нас пытаются рассмешить классическим приемом Бенни Хилла только под дебильную еврейскую музыку и без ускорения. А вот эта находка кстати неплоха, но давайте я сделаю еще лучше. Вот, вот так заебись. А хотя нет, постойте. Вот, просто идеально. Белобрысую запирают дома, но она сбегает и оказывается, что в теле библиотекаря не Лиза, а какая-то третья баба. Они ее хер знает как находят и хер знает как умудряются похитить. Опять же, именно вот так было в оригинале, я никаких склеек не делал. Далее идет 10 минут сраной погони, ну и конечно финальная сцена. Пока приятно было познакомиться. Нет. А-а-а! А далее нам еще зачем-то 10 минут рассказывают, как у всех все стало заебись Библиотекарша начала мутить шашни с мужем Лизы Лиза начала торговать трусами Библиотекарь постарше сошлась с доктором Третья баба с режиссером и так далее Как это все связано с основным сюжетом? Ведь не было к этому никаких предпосылок Ну кроме мужа Лизы и библиотекарши, это понятно Но остальные почему сошлись друг с другом? Просто так и похуй В итоге могу сказать одно Данный фильм делался максимально на отъебись Касаться идиотских сцен вроде той, что в кафе Или очевидных сюжетных ляпов я не буду Скажу другое В этом фильме практически отсутствуют даже диалоги Все повествования строятся на закадровом голосе У второстепенных персонажей максимум 2-3 реплики А у большинства их вообще нет И самое главное В этом комедийном фильме нет ни единой шутки Ни одной, даже говняной Их вообще нет Весь юмор строится на беготне и криках Да и вообще, зачем выделять деньги на фильм человеку У которого все предыдущие проекты Имеют рекордно низкую оценку от зрителей и критиков Также в конце я бы хотел сделать небольшой анонс Я хочу попробовать немного новый формат Что-то вроде обзоров на сериалы и фильмы Только в прямом эфире Увидеть это можно будет на портале Good Game Ссылка на канал есть в описании А более подробная информация в моей группе ВКонтакте И да, обзоры с Ютуба никуда не пропадут А будут выходить как и раньше Это будет своего рода дополнение к ним Ну а если вам понравилось это видео Можете поставить лайк и подписаться на мой канал На группу ВКонтакте, если еще этого не сделали И посмотреть обзор фильма Все умрут, а я останусь Субтитры сделал DimaTorzok